итак я вас встречаю в своем новом видеокурсе так сказать мини-сериале как создать сайт лендинг печь на wordpress быстрый старт быстрое погружение за короткое время за несколько уроков с самого нуля для абсолютных новичков без знания программирования как это можно быстро реализовать но самое главное все сделать бесплатно с платформой wordpress это возможно самый популярный в мире движок для создания сайтов wordpress давайте сразу посмотрим что нам потребуется для того чтобы получить классный лендинг печь продающую страницу чтобы продавать через интернет нашу услугу товар и так далее и так как я уже сказал первое что мы с вами берем wordpress движок для создания практически любого сайта сложности на момент записи данного видео версия wordpress будем использовать последнюю 5 2 3 но этого нам будет недостаточно простой сайт wordpress он так сказать голый на нем ничего нет нам потребуются дополнительные плагины но нам потребуются также и шаблоны будем использовать специальный шаблон бесплатную тему или по-другому шаблон под названием hello версия с шаблона 220 данный шаблон я выбрал не просто так данный шаблон на сто процентов поддерживает плагин элементов тот самый плагин популярный на котором легко собирать лендинги страницы без знания программирования просто двигаем мышкой мы собираем тот сайт который нам нравится который нам подойдет следующее что мы будем использовать как раз таки тот самый элемент о котором я только что вам говорил без него никак это основа основ первое конечно это ядро движок сайта wordpress на него мы ставим плагин элементов на момент записи 268 версия чтобы сделать все бесплатно и чтобы у нас все было необходимо для этого нам потребуется прибегнуть к дополнительным бесплатным плагинам следующий плагин который мы будем использовать очень популярный среди пользователей wordpress это плагин контакт форм 7 лид форма для сбора заявок с нашего сайта версия 514 следующий плагин который мы будем использовать addon for element версия 3 2 1 без него тоже не обойтись он нам поможет стилизовать форму контакт for 7 то есть они интегрируются между собой и чтобы мы без знания кода смогли также легко построить красивую форму на сайте на нашем как мы бы использовали с вами элементов то есть по сути вот этот addon for элементов это набор дополнительных плагинов к плагину элементов то есть там много разных плагинов но самое главное там есть плагин который работает и нас contact for 7 также настроить цвета расстояние размер шрифта и так далее без него не обойтись будем его использовать тоже следующий плагин стики меню если конечно вы хотите чтобы ваше меню прилипало кверху сайта когда мы сайт прокручиваем вниз а это важно это дополнительная конверсия то есть когда человек меню видит перед собой всегда у него на глазах в шапке меню у нас самые важные данные это телефон возможный mail меню переключение и дополнительные кнопки его тоже будем использовать версия 222 следующий плагин на в меню addon for элементов то есть также интегрируется с элементом так как в бесплатной версии элементов у нас нет возможности прикрепить меню меню якорное чтобы мы кликали по меню и нас перебрасывал по странице то есть прокручивал до нужного блока на странице нам пригодится вот этот плагин без него тоже никак версия 116 и последний плагин заключительный в последних уроках данного мини-сериала мы будем использовать в ппс тэскаж версия аж 0 8 9 7 на момент записи видео данный плагин позволяет кешировать страницы что позволяет ускорить сайт конечно подробнее о каждом плагине я буду рассказывать в мини-сериале данный плагин не только кеширую страницу но и позволяет сжимать ксс я вас крипты что позволяет также ускорит нашу страницу потому что очень важно чтобы веб-страничка быстро загружалась в браузере и самое главное все это бесплатно будем использовать только бесплатные плагины бесплатный шаблон теперь я хотел бы вам продемонстрировать сайт который я собрал демо пример используя все эти инструменты чтобы вы сразу видели к чему мы придем чему мы научимся и так вот демо сайт которая собрал не смотрите на текста это демо пример здесь нет смысловых каких-то текстов но я буду все объяснять подробности потому что я хочу показать вам как собрать не просто лендинг с технической точки зрения а как использовать специальные триггеры маркетинговые трюки для того чтобы лучше конвертировал ваш сайт потенциальных ваших посетителей в клиентов и так я собрал вот такой вот сайт из нескольких блоков классический лендинг пейдж именно такой сайт мы с вами и будем собирать особенности данного сайта учитывая что сделано все было бесплатно то есть использование бесплатных плагинов обратите внимание моя шапка появляется чуть позже при прокрутке и всегда видно на глазах это очень важный момент в плане конверсии и естественно подробнее в этом мини курсе все будет разбито на подробные уроки давайте приступим и так сайт wordpress я скачал уже и развернул на хостинге для тех кто совсем новичок я немножко переступил вперед то есть я не показал где скачать wordpress не показал как установить на хостинг но об этом у меня уже были видео уроки вы можете найти их на моем канале поэтому это быстрый старт и я сразу приступаю к делу то есть чистый wordpress ничего пока здесь не стоит только установил соответственно сейчас изначально стандартная тема wordpress вот так вот выглядит все в кучу ничего не понятно и давайте приступим начнем мы с вами темы wordpress то есть тема по другому шаблон она находится внешний вид темы здесь вы можете видеть стандартные темы которые устанавливаются вместе с wordpress сразу хочу сказать несколько слов вы должны понимать что если вы будете использовать конструктор страниц элементов то для него тема должна быть специальная то есть она должна поддерживать элементом если у вас есть какая-то полюбившаяся тема который вам нравится или вы нашли какую-то тему которую вы хотите использовать вы должны всегда посмотреть на странице разработчика какие плагины поддерживает данная тема так как не все далеко не все темы поддерживают элементов если вы будете использовать тему который не поддерживает элемент очень скоро вы увидите какие-то проблемы несостыковки в плане внешнего вида дизайна если вы не знаете ксс как править код то для вас это станет проблемой поэтому нужно на это всегда делать острый акцент если вы будете повторять за мной и использовать только то что я использую у вас проблем здесь не возникнет сто процентов почему тема hello теперь несколько слов о ней дело в том что тема hello разработана теми же разработчиками которые создали плагин элементов то есть они заточили эту тему максимально совместимо с элементом и эта тема очень легкая то есть быстрая потому что она внесет на себе мало настроек она пустая да то есть как шаблон как просто тема она наверное будет слабоватенько если вы хотите использовать на каком-то полноценном сайте wordpress но если вы будете использовать элементом эта тема очень классно подойдет поэтому приступаем к установке данной темы нажимаем здесь на кнопку добавить новую тему это репозиторий естественно вы должны быть подключены к интернету чтобы найти тему в интернете здесь есть поиск здесь прям так и пишем hello название темы и вот она сразу здесь первое появляется нажимаем установить видим что тема установлена нажимаем активировать тему тему активировали как только мы это сделали сразу вверху мы видим вот такую подсказку спасибо что установили hello его 10 то есть сразу кнопка установить элементов то есть нам даже не придется выскать мы просто нажимаем на эту голубую кнопку установить плагин элементом и так дожидаемся вот такого окна нажимаем активировать плагин нас перебрасывает вот на такую страницу мы нажимаем с вами на голубую кнопку создать вашу первую страницу идет загрузка элементов мы попадаем с вами вот на такую страницу слева мы с вами видим плагины которые мы можем просто мышкой перетаскивать вот сюда вот в эту белую область это у нас холст где мы просто двигаем мышкой настраиваем ползунки размеры отступы цвета заливки и таким образом строим контент конечно я подробно об этом обо всем буду говорить это так сказать конструктор эта страница то есть в реальном времени собираем сайт соответственно на вкладке фронтальной части сайта то есть вот вы видите у меня две вкладки мы будем периодически вот так вот переключаться между страницами чтобы посмотреть что у нас в итоге получается в самом левом нижнем углу есть такая шестереночка кликаем на нее если заголовок страницы вы хотите поменять вот здесь он меняется на самом деле этот заголовок будет только здесь для вас на сайте он отображаться не будет и вот здесь обращаем внимание макет страница здесь мы выбираем холст элемент страница обновляется вы видите здесь даже в режиме создания страницы все исчезает всякие слова заголовки то есть вот этот заголовок нажимаем внизу опубликовать далее внизу есть такой глазик просмотреть изменения нажимаем и автоматически у нас открывается в новой вкладке вот он белый холст все с этого момента мы можем приступить и все изменения будут сразу видны вот так вот на сайте да и это все достаточно интересно все это создается соответственно вот это у нас это другая страница мою закрываем мы ее как бы больше касаться не будем у нас остается только вот этот верхний сайт бар он всегда виден wordpress если вы хотите при просмотре страницы чтобы он не отображался ну то есть этот сайт бар вы будете видеть только вы как администратор все пользователи вашего сайта который приходит к вам из интернета они этот сайт бар видеть не будут то есть его здесь не будет вам просто надо с другого браузера зайти где вы не авторизованы на сайте wordpress если вы хотите просматривать без сайт бар я так это и сделаю следующих уроков или если есть возможность у вас зайти как инкогнитос браузера с того же если есть такой вас виджет или настройки вы можете это сделать но я буду заходить другого браузера просто чтобы этот сайт бар не мешал и мы могли видеть полноценным наш хедер шапку с нашего сайта будущего и давайте на этом уроке поставим паузу мы с вами подготовились подготовили наш холст полный видеокурс по элементар про для начинающих в данном курсе я полностью освещаю все детали и тонкости о том как создать профессиональный сайт на элементар про версии пройдя этот курс вы станете настоящими профи в создании сайтов я приглашаю вас на страницу презентации данного видеокурса ссылку на которую вы найдете в описании под этим видео и в следующем видео который вы можете начать смотреть прямо сейчас во втором уроке вас ждет первые настройки элементов знакомство с кастомайзером принцип создания лендинга через элементов